Звучит музыка В студии мы с вами. Не забывайте о том, что сейчас мы здесь на Demos Radio Visual и идет программа «Наш огонек». У нас в гостях интереснейшая женщина, потрясающая просто, и зовут ее Марта Вольф. Ну вот у нас сейчас, значит, тут возникают сразу же идеи и прочее такое, значит, вот в том контексте, что мы сейчас, о чем мы сейчас разговаривали. Это, в частности, о фильмах. И в данном случае об одном из фильмов о Марте Вольф. Она говорит, ну могли же бы мы его перевести на русский язык, а потом повезем в Россию, чтобы сделать его презентацию. Я думаю, что это замечательная идея. Сейчас мы, конечно, поговорим об этом фильме, но? Марта, и ту пеликулу? 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 Я приведу в английский язык, есть анекдотас, есть humor, есть ступень. И также очень важная вещь, потому что всегда мы говорим о колониях в циркуте классики, Доменгес, Клара... Моя пройдет в последние колонии в 20-м. Это называется «Кон лошадь на землю». Если Россия хочет приглашать, я еду и еду. И с очень вкусно, с очень вкусно. По раме, есть идея эксцепциональна. И ты живешь как раз в трауре? С очень вкусно. И Анюнюшка тоже. Я такая в трауре? Нет, она сказала, что на меня возьмешь трауре, а ты поедешь там. А я с цепом поеду. Я даже это не смогла понять. Она говорит, что одна темненькая, с двумя беленькими, поедем покорять Россию. И, ну... 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 И... И, ну... 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 Э... Ella, ella... Este... En, в, а... В israel,wie, como... Era su... Вот смотрите, что говорит Марта. Я у нее спросила, в конце концов, какие она занимала посты, потому что подзабыла. Хотя я читала книгу о Гольде Мейер, она меня совершенно удивила, эта книга. Я ее читала на испанском языке, тогда, когда я, в общем, не очень хорошо знала испанский, но со словарем переводила эту книгу. Настолько она мне понравилась. Так вот. Героическая женщина. И что такое я не делала, чтобы узнать испанский. Ну, в общем, короче говоря, Гольда Мейер была премьер-министром в свое время Израиля, так? А потом она еще занималась агрикультурой, что очень интересно, в общем, ну, конечно, на, так сказать, правительственном уровне. Что очень интересно, что сказала Марта, это то, что она ввела вот эту культуру, вот, по капельке землю орошать, так? И она говорит, что в Африке взяли эту систему и стали называть ее по имени Гольде Мейер. Вот эту систему орошать землю при помощи капель. Видите, какая женщина. Еще и вот такое сделала, ну? Ну, вот эту систему. Есть несколько шестей, которые, как правило, в том числе и стежками, так, 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 так. Рассказано, так. Но вы, которые были две русские женщины, и живут в Аргентине, я хочу сделать вам дать вам подарок. Когда она приехала в Исраиле, в Исраиле, они называют Мейер. Она получала в Исраиле. Она умерла с разными Maps, как к своей бабе, как в доме ее жиса, так как у меня их умерла. Но в основном не было zietово. Она умерла с розызкой, чтоб першучки не было шутка, першучки не был зубочный качик, но и на счет мне будет взятой брызгой, потому что по-каку не было зубочков. а потом из кошельки не было зубочков, чтобы не забыть о вкусе диаспора. Это что-то фантастическое. Великие, как они просты. Вот она пила чай не с сахаром, а напила его с солью, чтобы не забывать о том, как живут ее братья-евреи, когда они в беде. Вот так. Вот такая, знаете, великая женщина была. Очень интересно, но мне кажется, что мы говорим о каких-то все время людях, но только не о самой Марте. Давайте поговорим о Марте. Самого себе очень колоритное жиро. Марте, давайте поговорим о твоей семье. Я знаю, что у вас есть два детей, не правда? Я имею два детей. И семь неотов. Да, в моей жизни, в моей жизни, в семь неотов. Но я читала это в интернете, ой, скажем, раньше, когда мы приехали в программу. Я говорила, ну, мы, да, 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 И мои дети были в правом состоянии, как у меня были 3. Это было очень большой трудно закончить свою карьеру и продолжать. И я думаю, что два детей, которые у меня были, в мире, в респечение, в речи, 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 в речи. И теперь я с удовольствием, потому что, если мы говорим о моей истории, я могла бы иметь большую семью, но я могла бы иметь большую семью, но я могла бы иметь большую семью. Поэтому я могла бы иметь большую семью. и я у меня большая семья, благодаря тому, что я могла жить здесь, развиваться, учиться в Argentina, прогрессировать, я у меня директор, я у меня психолога, и у меня 7 родственников, которые для меня, как я могу сказать, у меня нету, не есть день, не звоните, я у меня триллицов, 22 лет, которые учатся в университете, они получатся интересными, я у меня стоят дум-бо на Disney World, он работы в новую версию с Microsoft, я работаю в новую версию с Дум-бо, я не знаю, он��고 на новую версию, я видал его новую версию, я у него тяга дем-бо. Дев ah-дем-бо-дем-бо. Дем-бо-дем-бо-дем-бо-дем-бо. Дем-бо-дем-бо-дем-бо. Когда я говорю, что я хочу фотографии, все семьи не говорят, как инча, бабушка. Считают все семьи и я снимаю фотографии, потому что они знают, что для меня это мой orgullo. Я говорю, спасибо за жизнь, спасибо за жизнь, что мне дали tanto любовь. Спасибо. Счастливая женщина. Спасибо за жизнь. Прекрасная у вас семья. Вот сейчас Вилечка мне нюночка расскажет. Глотучек шапатского. Нет, я просто, конечно, скажем так, меня очень растрогано. Да, я очень растрогана. Потому что Марта говорит, да, но я вот у меня было, сейчас двое детей, у меня была еще одна дочь, которая, скажем так, ну, умерла, потому что в каком-то происшествии, скажем. Я не стала, конечно, выточнять все эти вещи, потому что очень тяжело для матери. Вот. Но она говорит, что вот судьба ей возвратилась, и говорит, что тогда, когда вот были эти все погромы, которые унесли жизни многих из ее семьи, многих людей, она говорит, я могла бы иметь огромную семью, но дело в том, что у меня есть внуки, у которых тоже уже есть дети. У нее даже есть тройняшки, скажем, среди внуков. Представляет? Вот. И она, в общем, очень гордится и счастлива, и говорит, что судьба ей возвратила тех, которые были, скажем так, безвременно ушедшие в прежних поколениях ее семьи. Прекрасно. Что еще хотят знать, моя любимая? Что еще хотят знать? И твои дети? А что они сейчас? Мой ребенок есть дипутат в партии официальщика в Камбемо. Она история очень интересная потому что он начал работать в коммунистах и приходил даже в первую футболисту. Миро вас. Аркеру. И он у него сегодня есть аркей, суplентный тигр. Аркей, это наврата. Наврата, да, да, да. Он был аркей. Тигреста. Он был фантастиком в жизни. Он был чемпион в гольфе. Он работал в коммунистах, в том числе, в спорте. И он был vicepresедентом в Дайя. Когда он выбран дляелисти, он получил в дипутацию. Тебе у него есть одна девочка, которая для меня есть, она для меня, она из моих кредивных вещей. Она, во-первых, она очень красивая. Она, она красивая, она очень красивая. Она имеет пять детей, она твой триллицов. Она психолога. И еще она мучая, она мучая, она мучая, она мучая, она мучая. Возможности мне это очень потрясающе. Я у тебя есть что-то, что я украла каждый день, что это очень красиво. Потому что это действительно единственное, что я украла. Все остальное остальное, так что я украла. у меня была красивая отношения, и в моей доме, мой муж был архитект, он был красивый человек, он человек, он человек с майкулами. Мужчина никогда не успел пройти в Holocaustе, никогда. С ним я рекомендую, в северном центре, я вернулась с обеихов, с обеиховами из Алимпании, в Алимпании, мы встретились с обеиховами. Mi marido fue un hombre, un justo, un justo entre las naciones Y en casa cada uno tenía su profesión Mi hijo estudiaba ciencias económicas Y mi hija estudiaba psicología Yo periodista, mi marido arquitecto, mi yerno que vino estudiaba ciencias económicas Cada uno que llegaba tenía otra profesión Tengo una nuera que es campeona de triatlón Entonces a la mañana cuando un hijo va a hacer deporte de pelota La madre va a entrenarse con la bicicleta Mi nieta estudia medicina Es de todo un poco, es muy rico, es como un mundo dentro de un mundo ¿Y tu hijo de diputado cuántos hijos tiene? ¿Quién mi hijo? Tiene dos Pues yo hice la cuenta, digo, si esa tiene cinco, entonces el otro tiene dos No son míos, son de ellos Ya sé, ya sé, pero Mis dos nietos de él estudian los dos medicinas Cuando sale de jugar a la pelota Se va a estudiar medicina Y mi nieta estudia medicina De mis hijos es así, uno estudia medicina Uno está recibido de odontólogo La otra estudia ingeniería de la alimentación El otro estudia ingeniería mecánica Y el otro ciencias de la comunicación Así que tengo todo ¿Y vos tenías que ver o tu marido con el deporte? O sea, le gustaba a tu marido, por ejemplo Mi marido fue campeón argentino de natación Fue campeón macabeo Y campeón latinoamericano de natación Y tengo un nieto que guarda vida Porque le gusta la natación Y es bañero En el verano cuida Aquellos que se pueden ahogar O sea, que la sangre no se hace agua Todo se hereda Bueno, смотрите Bueno, посмотрите Мы говорим сейчас О семье Марты И получается, что у нее В общем, ну вот Как мы говорили Семь внуков Они В общем, все получают Все Как они в футбол играют? Триатлон Один адвокат Это нет Я говорю о спорт Медицина, инженерия, механика Да, они чем только не занимаются Футбол Но самое главное В их жизни, мне кажется Это футбол Или же триатлон Или еще что-то такое То, что они занимаются постоянно Она говорит Ну вот они там учатся там-то Но все равно Дома там он начинается День с того, что там С этим мечом играть Там учатся другой там-то А он все равно там Это же дом-то и начинает Наверное, аргендецкая культура Она все-таки проникает Да Но один еще есть у нее внук Который занимается гвардавида Это как называется у нас? Спасатель Она говорит Да, спасатель даже есть Волонтер? Не знаю Нет, она говорит А, ну хочу туда Улучшет сюда Лиля и ми hijo что депутат писал книжку о нисман и сейчас он превратился в книжку. Поэтому я тебе говорю о том, как это было, что это фантастическое. Это мягкое. Марта говорит, что ее сын, депутат, написал книгу о убийстве Нишман. 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 Да, об убийстве Альберта Нишмана. И получается, что вот дети наследуют эту любовь, эту тягу к тому, чтобы писать, вот как Марта, посмотрите, у нее уже 13 книг. Это просто огромное наследие, которое пройдет через века для других людей. Мне как раз таки хотелось спросить. Марта говорила о том, что у них совершенно все пошли по разным специальностям, профессиям. И мне как раз таки хотелось спросить, как же насчет того, что обычно наследие идет. Если архитекторы, то они все медики, медики. Ну, надо же чем-нибудь разбавить. Буквально. Буквально все настолько. И депутаты, и медики, и футболисты. Да, и депутат пишет книгу. И дочь в нее психолог, у которой 5 детей. Вот ты же поняла, все, вот видишь, все нормально. Ну, я понимаю лучше, чем говорится. 5 детей. Это практика. Итак, нас прерыла реклама. Нас уговывает реклама. Ура, Буквально Сидат. Ура. Ну, оставайтесь с нами, и мы к вам вернемся и продолжим нашу занимательную беседу с нашей потрясающей. Очаровательной гостью. Очаровательной гостью. Марта Вульф у нас сегодня в гостях. Итак. Ура. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок. И я так промок. Налей, сынок. Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно.